Единый государственный экзамен по математике, задание номер 12. Найдите наименьшее значение функции. y равен 7x минус натуральный логарифм, x плюс 2 в седьмой степени, на отрезке от минус полтора до нуля. Начнем с нахождения области определения функции. То есть найдем все значения переменной x, при которых данная функция имеет смысл. Данная функция имеет смысл, когда логарифм существует. А логарифм существует, когда подлогарифмическое выражение строго больше нуля. Это значит x плюс 2 в седьмой степени должно быть строго больше нуля. Откуда? Так как степень нечетная, то на знак нечетная степень не влияет. Поэтому степень можно убрать. И тогда у нас получается, что x плюс 2 должно быть строго больше нуля. 2 переносим в правую часть со знаком минус. Получается, что x должен быть больше минус 2. То есть область определения функции будет представлять собой промежуток от минус 2 до плюс бесконечности. Заметим, что отрезок, который нам дан, полностью удовлетворяет области определения функции. Это значит наша функция на данном отрезке определена и непрерывно. То есть точек разрыва внутри отрезка у нас не будет. А это значит мы исследуем, как обычно, данную функцию. То есть можно с помощью производной найти наименьшее или наибольшее значение этой функции. Начнем с нахождения производной. Но прежде чем мы будем находить производную, попробуем упростить функцию. y равен 7x мы перепишем, а у логарифма число 7, в которое возводится подлогарифмическое выражение, мы вынесем вперед и запишем перед знаком логарифм. Тогда у нас получится минус 7 натуральных логарифмов от x плюс 2. Теперь попробуем найти производную. Производная разности равна разности производных. Производная от 7x равна 7. Производная минус 7 натуральных логарифмов x плюс 2. x плюс 2. Вообще логарифм от x плюс 2 считается сложной функцией. То есть мы должны рассмотреть функцию логарифм у и найти от нее производную. По правилу нахождения производной сложной функции, производная логарифма u, где u какая-то функция от переменной x, будет иметь вид производной. Это единица разделить на u, да еще умножить на u'. То есть, если вместо u сейчас подставить то, чему оно равно, то есть x плюс 2, тогда у нас по этой формуле получится следующее выражение. Единица разделить на x плюс 2, да еще умножить на x плюс 2''. То есть, производная от вот этого конкретного нашего логарифма будет иметь вот такой вид. Так и запишем. То есть, минус 7 остается у нас перед знаком логарифма, это как константа, которая умножается на логарифм. Поэтому минус 7 будет само собой. То есть, получается минус 7 разделить на x плюс 2, то есть на u, вот на это подлогарифмическое выражение, на x плюс 2. И умножить на производную вот этого подлогарифмического выражения, x плюс 2, штрих. Но производная подлогарифмического выражения равна единице. Поэтому данная скобка ни на что не повлияет. То есть, в итоге у нас получается 7 минус 7 деленное на x плюс 2. Нам удобно будет для дальнейшего исследования на знак производной, нам удобно будет записать эту производную в виде дроби. Нам так удобнее будет исследовать производную. То есть, приведем к общему знаменателю. Здесь у нас 7 первых, а здесь 7 разделить на x плюс 2. Значит, общим знаменателем будет x плюс 2. Это означает, что число 7 вы должны домножить на x плюс 2. И число 7 домножаем на единицу, числитель второй дроби, получается минус 7. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые. 7x плюс 14 минус 7 разделить на x плюс 2. Далее, 14 минус 7. То есть, приводим подобные слагаемые. Получаем 7x плюс 7 разделить на x плюс 2. Приравниваем производную к нулю для того, чтобы найти точки возможного экстрема. То есть, производную приравниваем к нулю. Отсюда следует, что вот эта дробь должна быть равна нулю. То есть, 7x плюс 7 разделить на x плюс 2 должно быть равно нулю. Дробь равна нулю. Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю. Но, учитывая область определения функции, а тем более наш отрезок, мы выясняем, что x не может быть равен минус 2. А значит, знаменатель при данных значениях переменной x обращаться в нуль не будет. Таким образом, то, что знаменатель не равен нулю, мы даже не будем этого записывать. Потому что для всех точек из нашего отрезка знаменатель не равен нулю. Поэтому отсюда, из равенства нулю данной дроби, мы запишем только, что числитель должен быть равен нулю. То есть, 7x плюс 7 равно нулю. Откуда находим x? 7x равно минус 7. Делим обе части на 7. Получается, x равно минус 1. Точка минус 1 попадает на наш отрезок. Сразу покажем это на числовой оси. То есть, отрезок у нас от минус полтора до нуля. И где-то внутри находится точка минус 1. Она попала в наш отрезок. Теперь нам необходимо исследовать знак производной слева и справа от точки минус 1. То есть, вот здесь я запишу, что мы исследуем знак производной. Знак y' Как найти знак производной слева от точки минус 1? Можно подставить любую точку, которая находится левее. Ну, например, минус полтора. Можно подставить куда? В производную. Вот сюда. Подставим минус полтора в производную. Можно это, конечно, и отдельно записать. То есть, y' в точке минус полтора. Подставляем. Минус полтора подставляем вместо переменной x. В числителе и в знаменателе. Получаем 10,5 с минусом до плюс 7. То есть, числитель будет отрицательным. Минус 3,5. А знаменатель 2 до минус полтора будет положительным. То есть, отрицательное число разделить на положительное. В итоге будет отрицательное число. То есть, производная в точке минус полтора меньше нуля. Так и запишем. Знак плюс. Левее от точки минус 1 производная отрицательная. Значит, знак минус. Оговорился. Знак минус. Теперь подставляем точку справа от точки минус 1 тоже в производную. То есть, вот сюда. Например, можно подставить 0. Подставляем 0. Получаем, что y' в нуле. Подставляем вот сюда 0 и сюда 0. Получается 7 вторых. То есть, 3,5. То есть, положительное число. Производная в нуле будет больше нуля. Это значит, что будет положительное число. А это значит. Сейчас мы вот это уберем. Это значит, что на промежутке правее от минус 1 до нуля. Производная будет положительная. Таким образом, до точки минус 1 функция будет убывать. А после от минус 1 до нуля функция будет возрастать. То есть, точка x равная минус 1 является точкой минимума. x равная минус 1 это точка минимума. Так как эта точка минимума является единственной точкой экстремума на отрезке минус 1,5-0. То это значит, что в этой точке функция будет достигать своего наименьшего значения. То есть, так и запишем, наименьшее или минимальное значение функции y на отрезке от минус 1 до 0 будет равно значению функции в точке минус 1. И теперь остается только минус 1 подставить в исходную функцию. Где она у нас? Вот она где. То есть, вот сюда в исходную функцию подставляем вместо x минус 1. Получаем 7 умножить на минус 1 минус натуральный логарифм. Минус 1 плюс 2 в седьмой степени. 7 умножить на минус 1 будет минус 7. Минус натуральный логарифм 2 до минус 1 будет единица. Единица в седьмой будет единица. То есть, логарифм единицы. А логарифм единицы это 0. Получаем минус 7. Таким образом, в ответ нам нужно записать число минус 7. Пишем ответ. Ответ. Минус 7. Минус 7.